Шалом алейхм. Шалом алейхм, баекра. Шалом алейхм, все те, кто смотрит мои уроки. Я всех благословляю и желаю, чтобы ваши результаты намного превзошли ваши ожидания. Я готовлюсь к следующему уроку и с Божьей милостью анонсирую его. О чем будет урок? Урок будет про Якова. Что такое 12 колен? Вы и так знаете. Ну, я немножко освежу это в вашей памяти. Как правильно молиться? Некоторые молят создателя и не получают обратный ответ. Что это? Страсти. Переводится как страдание. У меня есть стихи, которые прямо описывают это. Однажды мне приснился сон, где я, любимчик, где лестью, услужением, где всем я окружен, где мог повернуть в прах любого. Среди них пытался я найти друзей, подтяжки, грузом власть, времени. Однажды мудрость мысли я с утра по снегам. Друзья, которых приобрел во власти, лишь мелкие воришки, отпущенного мне, Богом, в времени. А также я хотел бы добавить, мои дорогие, только победив своей страсти, мы сможем страдания, то есть свои страдания. Страсти это страдания, свои страхи, то, что мешает нам жить. Освободившись от этой грязи, мы можем зайти на ступеньку, с которой Создатель, да благословенное имя Его, во веки вековое вечности, Амадамед, слышит наши молитвы. Не взойдя на эту стерку, ступеньку, прошу прощения, Создатель нашей молитвы, не слышит, мои дорогие, мы созданы по образу и подобию Творца, да благословенное Его имя. Значит, мы так же, как и Он, всемогущие. У нас спрашивается вопрос, в чем наша всемогущость? Наша всемогущность заключается только в одном, чтобы раствориться в молитвах перед Творцом, да благословенное Его имя. Мы просим у Творца то, 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 то. Он не брюзга. Он с удовольствием ответит на ваше желание. Только вы должны четко понимать, что вы прежде всего просите Его и говорите Ему отчетливо, что вы находитесь в страстной борьбе со своими страстями. В сильной борьбе со своими страстями. Победи в своей страсти. Как может искрепачканной грязью, там и так далее, и тому подобное. Это аллегорическое осмысление. Кстати, говорит Творцу, надо помыть и тело, и душу. Отсюда миква. Мы в этом тоже уделяем внимание. Мы должны всеми клеточками, всеми фибрами нашей души, всеми клеточками, всеми нашими волосинками, чтобы они стояли вот так вот. Мы говорим с Создателем, это благословенно Его и Ему. Он любит прямодушных. Что такое прямодушных? Не вот так вот криво идти, а прямо, чтобы различать смогли вы, что это зло. Зло это зло. Хасвихалила. Добро это добро. Паруха шэм. Шаанино шэм. Я всегда, мне так нравится эта молитва. Цель каждого человека ежесекундно выглядит симпатично в глазах Творца. Также я в своих стихах пишу. Великая победа, что знает человечество. Победа не над смертью. И верь, не над судьбой. Нам засчитал очко судья, что судит суд небесный. Только одну победу. Правильно. Победу над собой. Когда вы победите своего Голиафа. Когда вы победите свои страсти, пороки. Только тогда Господь услышит вас. Сегодня я вещаю со своего рабочего места, с кабинета моего на Арбате. Вы знаете, разницы нет, где я вещаю. Главное, что я вещаю. Мои дорогие, я всем желаю. Браха вацлаха. Парнаса. Брию. Хаим. Амен. Ве амэ кейрацон. И не забывайте за такое понятие, как цтака. Помните? Цтака отменяет смертный приговор. Хасва халила. Выезжая из дома, заведите копилочку и скажите, цтака, создателю абсолютно все равно. Пол шекеля или сто миллиардов. Он вне денег. Ему важно только одно. Что вы сообразили, что вы поняли, что цтака отменяет смертный приговор. И что вы этому уделяете особое внимание. Бросили, сказать, цтака, Господь. Господь, уезжая с работы, тоже цтака. Ведь Господь заботится о нас 24 на 7. Не забывайте восхвалять Его. Прославлять Его. Любить Его. Меня однажды спросили. Легмияву, как ты любишь Бога? Я ответил так, как я люблю маму. Во всяком случае, это искренне. Еврейский сын всегда любит маму. Есть на эту тему куча анекдотов. Но не будем удаваться этим анекдотам. Мамочка, я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Спросил у священника. Отец, расскажи. Где рай на земле? Путь туда укажи. Как съездить туда, ориентируй мне, дай. Ответил мне Рэбе. Путь сын сам выбирай. У ног твоей матери находится рай. Также я еще хочу заметить, что я недавно зашел в интернет и посмотрел, что Ирас Матаев читает стихи о Марахаяма. Мне приятно, что меня сравнивают с Хаямом. Но я же не буду транспарантом идти и сказать, что это не Хаяма стихи, это мои. Это тщеславие. Эти стихи мне пришли от Создателя. Не будем мы из искры раздувать пожар. Хаям не писал такого. Это труды детской болезни левизны Владимира Ильича Ленина. Мне мама говорила, седую мудрость предков евреев одарила. Тоже есть в моих стихах. Хаям не был евреем. Он был великий зодчий. Он был великий мастер слова. Кстати, на фарси Хаям звучит гораздо острее, чем на русском. Так же, как иврит, так же, как русский, так же, как человек воспринимает ментальность сквозь призму того языка, который он впитал с молоком матери. Опять мало. Дорогие мои, я всех жду вас на уроке. И дай Бог нам всем счастья. Спасибо.